всем здравствуйте всех приветствую на канале герчик и к с вами виктория и сегодня у нас будет обзор рынка форекс как всегда по понедельникам разберем с вами графики пройдемся по новостному фону так ну по новостям да у нас на эту неделю вообще очень достаточно очень хорошие важные показатели на прошлой неделе нас также была очень достаточно активная неделя именно по новостям и вообще да как вы заметили у нас к каждую неделю что-то что-то происходит да рынок очень волатильный новостей много показателей также много и все они очень важны я думаю такая волатильность скорее всего будет вплоть до нового года что вообще важно да сейчас вот торговать да сейчас есть тяжелые моменты на рынке потому что если взять форекс да сейчас многие инструменты стоят в накоплении да то есть и выброс объемов выбросы волатильности может быть куда угодно поэтому сейчас нужно торговать очень-очень осторожно и желательно заходить от уровней то есть не торговать именно в канале там в середине канала да заходить именно от уровней там дневных локальных уровней да если они сильно от них также можно торговать сейчас надо быть очень очень конечно осторожным по новостному фону да давайте с вами пройдемся что было на прошлой неделе какие инструменты отработали в моменте какие не отработали наоборот то есть они не среагировали но на новость это как раз таки у нас был фунт и доллар который не среагировали на прошлой неделе на такие важные показатели да по фунту у нас было да не в данные ввп которые вышли ниже ожидаемых по доллару у нас был индекс ожидания потребителей индекс ожиданий настроения потребителя вышел положительный, тоже не среагировал. То есть, когда идет какая-то там маленькая реакция, то есть не какая-то такая менее волатильная, рынок очень слабо реагирует на новость, это означает, что значит, за этим стоят какие-то более важные показатели. Я думаю, это как раз эта неделя очень такая насыщенная новостная как раз нам покажет по таким парам как фунт и доллар, что-то более действительно глобальное и важное. То есть, значимое, что мы можем понимать, да, вообще глобальное направление и что вообще происходит. Так, ну, когда перейдем к графику, мы более подробно это разберем технически. По Австралии, да, у нас были показатели по процентной ставке, да, они тоже, кстати, хотя процентную ставку по Австралии оставили такую же, то есть, они не повышали ее, да, но австралийский сделал такую хорошую глубокую коррекцию в рост, хороший рост по Австралии, также он сработал именно в моменте, да. По фунту у нас был индекс цен на жилье, был положительный, да, индекс цен на жилье, кстати, для Англии очень, кстати, хороший, очень важный показатель в экономике, поэтому он как раз-таки сработал внутри дня, в лонг, да, те, кто торговал фунт, да, на прошлой неделе видели, думаю, что в моменте новость была отработана. Так, ВВП по фунту за третий квартал вышел без изменений, тоже как-то фунт слабо на них ну, отреагировал, то есть, скорее всего, была важнее новость именно индекс цен на жилье, потому что она была отработана, была отработана ранее, отчего ВВП уже потом вышли данные. Индекс экономических настроений в Германии, по Европе, также отработали, кстати, в евро хорошо сходил, в понедельник говорила, да, что будет все-таки вот этот рост внутри дня, но волатильность была такая, она немножко пошла уже на спад, под конец, и мы даже не коснулись уровня, то есть, также в моменте новость была сработана. По франку у нас была, новость была, уровень безработицы, он чуть упал, то есть, что хорошо для франка, да, для валюты, также немножечко новость, рынок отреагировал на новость также внутри дня, то есть, все вот какие-то такие движения были, не очень сильно волатильны, но, опять же, внутри дня они были все-таки отработаны. По Канаде у нас был индекс деловой активности, хорошие были, хорошие положительные данные вышли по Канаде, также Канада нам показала и отработала, но, опять же, в не очень такой хорошей зоне, по Канадцу там у нас было падение, даже не от уровня, где-то вот, ну, потом будем смотреть все с графики, то есть, ну, опять же, новость отработала, но она не отработала не особо технично, но, но это был такой новостной фактор, да, и очень был такой резкий, да, резкое такое падение было по Канаде. Так, Так, и ВВП по иене, да, у нас был на прошлой неделе, вышли данные ниже ожидаемых, что хорошо для иены, то есть доллар-иена, да, ниже, ой, точнее, по иене ниже ожидаемых, наоборот, да, что не очень хорошо для валюты, и доллар-иена чуть-чуть подрос, опять же, там немножко внутри дня было какое-то такое движение небольшое в лонг. Вот, и вот такие данные, да, вот там вот по Австралии, да, немножечко по фунту, что-то там внутри дня сработало, по фунту, именно данные вот такие важные по ВВП, да, они были в пятницу, и по доллару индексы ожидания они не сработали, да, что у нас на этой неделе? На этой неделе у нас, конечно же, будут очень-очень сильные данные. По фунту у нас будет уровень безработицы, да, решение по процентной ставке по доллару, что у нас скажет ФРС, будем смотреть, тоже очень сильные показатели. По Киеве у нас ВВП, по Ауди у нас уровень безработицы, по Швейцарии у нас будет процентная ставка данные, да, показатели, по фунту будет решение по процентной ставке, по Европе у нас будет решение по процентной ставке, по рублю у нас будет решение по процентной ставке. Ну и будет ежемесячный отчет ОПЕК Но вот по нефти как раз таки Я думаю по нефти у нас на этой неделе Будет менее такое что-то волатильное Потому что нефть прошла уже Можно сказать свой АТАР Вообще хорошо, вот кто купил В понедельник я говорила, нефть нужно было покупать От уровня поддержки Там был очень хороший уровень поддержки Мы сейчас графиком перейдем И все это посмотрим на график То есть я думаю на этой неделе нефть все-таки как-то немножко успокоится Хотя глобально там сохраняется тренд, рост Но так как АТАР уже пройден Думаю немножечко они поднакопят возле уровня И скорее всего эта неделя будет не такая активная по нефти Так, ну вот такой новостной фонд То есть достаточно нужно Я думаю сейчас острожно торговать И волатильность будет Потому что сейчас практически все инструменты Валютные пары находятся в накоплении Евро в накоплении Фунт у нас находится в накоплении Иена, Австралии, Цкиви То есть сейчас инструменты глобальные все стоят И как раз таки идет Пойдет на этой неделе скорее всего После таких показателей выброс объемов И нужно быть конечно очень-очень осторожным И торговать только возле сильных уровней Так, ну приступаем Переходим к графикам Так, доллар индекс Доллар индекс у нас Так, сейчас Доллар индекс Так, ну доллар индекс Да, я в понедельник говорила Да, у нас была аналитика Да, те кто слушал Что пока Вот если да, вот было бы закрытие ниже Уровны 95-91 Да, то был бы хороший сигнал в шорт Но мы торгуем то, что мы видим То есть если этого не происходит Сценарий не срабатывает Мы не торгуем эту картинку Потому что картинки нет Да, нет подтверждения Но инструмент сходил Да, и доллар индекс Я говорила Что от уровня Да, от локального 96-43 Будет падение Да, падение было Они закрылись ниже Да, если внутри дня Закрылись Но тут же выкупили То есть даже был немножко Такой разрыв цены Они тут же его, да Выкупили Все, инструмент сейчас накопление То есть он копится Но не исключено, да Потому что инструмент стоит Давление То есть от продавцов Не особо такое Но сильное давление То есть Хороший идет Хороший, во-первых Рост идет Да, глобальный От покупателей То есть Больше Поддержку дают Именно покупатели Если технично смотреть Конечно, покупатели Здесь выигрывают На недельки Все пока идет за рост Инструмент находится В глобальном Восходящем тренде Но Опять же Повторяюсь Не исключено Что инструмент Все-таки Они могут 95-91 Закрыться ниже И все-таки Сходить Сходить до уровня Примерно 94-94-85 Но при каких условиях Да То есть Если только После того Только когда Инструмент закроется Ниже уровня 95-91 И только тогда Мы можем Действительно Сходить Потому что Запас хода есть То есть Здесь накопление Плюс еще Хорошо копим Есть запас хода И прекрасно Индекс Покупаем Но я все-таки Думаю Так как здесь Было далекое Закрытие От уровня Вот он Локально Он есть Вот он Вот откуда Он взялся Касание Раз Два Видите Вот они Точные Инструмент И даже Падение Была позиция Не очень Технично Хоть сюда Сходить Хоть вниз Хоть вверх Хоть куда Потому что Идет Как вы все знаете Выход из накопления Дает Хорошее движение Поэтому я По евро Пока все-таки Я думаю Вот они не коснулись Уровня 1.13.66 Да Вот откуда Уровень взялся Это уровень Отката И перелод цены Здесь уровень Был подтвержден Ложным пробоем Одним баром Здесь также Сходили немножко Здесь они Не дошли Когда инструмент Не доходит До сильного уровня То есть Это на самом деле Очень хорошо Потому что Нужно подтверждение Поэтому я думаю Что они все-таки Коснутся уровня 1.13.66 Дадут какую-то Подтверждающую картинку И не важно Кто это будет Покупатель Или продавец То есть Мы не знаем Кто здесь будет Укреплять свою позицию На данном уровне Может быть Шортовый продавец Или лонговый Точнее Шортовый покупатель Или Лонговый продавец То есть Мы не знаем Что здесь будет происходить Они могут Закрепиться выше И уйти вниз Например Или здесь Всех обмануть Коснуться Опять же Уйти вниз И пойти вверх То есть Все что угодно Может быть Я все-таки думаю Что они коснутся То есть Инструмент пока Во флете Я думаю Не будет пробития Пока не будет 1.12.71 Мы стоим на месте На недельке На недельке У нас Также идет На недельке У нас сохраняется Нисходящий тренд Да Сохраняется Нисходящий тренд Но Евро Как мы Знаем На этой неделе Будут очень сильные Показатели Решение По процентной Решение У нас будет По процентной Ставке Поэтому Будем смотреть Конечно же Но Желательно Торговать Конечно же Желательно Торговать Уже От уровня 1.13.66 Когда инструмент Здесь уже Покажут Что происходит Я думаю Здесь сейчас Рановато Продавать Вообще Очень рановато То есть Нет никакого Закрытия Инструмент Сейчас торгуется В лонговой зоне Но здесь уже Пройдено 50% Атар В этом накоплении Уже 50% Атар Пройдем Поэтому я думаю На 3 дня Все-таки От уровня 1.12.71 Мы все-таки Сходим Еще раз 1.13.66 Вот здесь Укрепим Свою позицию Потому что Это уровень Проторговки Получается Идет Вот такая Проторговка И будем смотреть Будет Пробитие Либо Хотя я думаю Пробитие Не будет А будет Просто Укрепление Шартов Укрепление Шартовой Позиции И отсюда Уже Будет Падение Пока Вот так Все складывается Но опять же Все равно Тяжело По евро Пока Очень тяжеловато То есть Очень так Все в накоплении Все стоит Как бы Такая реакция Не особо Активная На какие-то Показатели Даже на прошлой Неделе Там не особо У нас Вот в начале Недели Что-то было И все Потом Такое Затухание Волатильности Пошло Поэтому ждем Показатели Да по евро И торгуем Конечно же Осторожно То есть Только от уровня Либо от 12.71 Либо от уровня 1.13.66 Но я все-таки Будет лонг Внутри дня По евро Поэтому наблюдаем Так Фунт По фунту По фунту У нас Да Так у нас Я говорила Да у нас был Нисходящий тренд Я говорила Что все-таки Будет выкуп Выкуп был сделан Это был кстати Индексное жилье Были данные Положительные Я думаю Они и сработали У нас в моменте Во-первых В моменте сработал У нас и новостной Фактор И технично И технично Также Отработал инструмент То есть Все здесь было сделано Был выкуп У нас от уровня 1.3193 Линию пока Мы трендовую Можем убрать Так потому что Уже идет пробитие Уже идет пробитие Трендовой линии Вот А у нас было двое Здесь закрытие Очень далеко Здесь вот На последних Практически Объемах сходили Тут уже был Прям перепроданность Да у нас по технике У нас вот здесь Уже перепроданность Потому что идет Когда закрытие Далеко от уровня И они все равно Потом идут Ретест делаю Здесь в основном Идет хорошее движение Именно в противоположную сторону Вот Был ложный пробой Сделан двумя барами Двумя свечами И вот Выкуп пошел Сейчас смотрим У меня была кстати Сделка открыта в лонг На прошлой неделе Я открывала И сегодня Оно у меня закрылось Без убыток Вот Там сколько 10 30 30 процентов Вот прибыли я забрала То есть вот здесь У меня был уже без убыток Сейчас я выставила Отложенный ордер На покупку От уровня 1.32.97 То есть перезаход Да потому что Если инструмент сюда придет Инструмент сюда придет То скорее всего Будут ближние ретесты И продолжение лонгов Технично это возможно Технично есть запас хода Потому что запас хода Шортов здесь пройдено уже Вот тут вот Все пройдено То есть запас хода Сходить в лонг До уровня 1.32.98 У фунта есть Поэтому я буду пока наблюдать По фунту внутри дня Вот именно в моменте Пока ничего Зона вообще Вот Здесь идет вообще Разбалансировка волатильности То есть идет зараженная зона Зараженная Это значит То есть волатильность Неравномерная То есть вот Всякие разные бары И маленькие И большие И паранормальные Вот здесь очень-очень Опасно так сказать Торговать Поэтому у меня Отложка стоит чуть выше То есть ближе К сильному уровню Поэтому я думаю Что фунт будет расти Я думаю Что по технике По технике Он будет расти А вот по новостному фону Конечно нужно смотреть Потому что будут данные Опять же Решения по процентной ставке Будет уровень безработицы Очень-очень Сильные показатели Поэтому торгуем Конечно же Осторожно Выставляем стопы Торгуем Из сильных уровней И смотрим Главное Не лезть Вот такую вот Пилу внутри дня Вот как сейчас Происходит по фунту Вот лучше Вот здесь Никуда сейчас Не лезть Вот Потому что Здесь пока Непонятно Что происходит Так По фунту У нас лонг Да Лонг Примерно Вот до уровня 1.3398 Может быть чуть ниже То есть И сохраняется Даже нисходящий тренд Это контртрендовая сделка Если даже Они придут Да То есть Возможно Уже будет Немножко Немножко Тренд будет Чуть-чуть ломаться Но если Они сюда придут Да И укрепят Свою пропозицию Шарты На продавцы Да И будет опять же Опять же Падение Тогда у нас Будет нисходящий Тренд сохранен Но на недельку Если смотреть Пока На недельку Пока просто Мы подошли к уровню поддержки Вот он Откуда взялся Вот Вот он Вот он Я даже не убирала Мы с прошлого понедельника У нас была аналитика Вот он Уровень Он сохранился Да Он отрабатывает Сейчас Поэтому я думаю Здесь просто Пока сейчас Такой будет Как Просто канал Да Вот Уровня 1.3193 И 1.3398 Вот такой Вот будет канал По фунту На этой неделе Подумаю Что Пока Такие прогнозы Да И запас хода У нас есть Потому что Запас хода В шарты У нас Вот здесь Вот Вот тут Уровня 1.398 Все То есть 200 пунктов пройдено Все Атар весь пройден уже Поэтому Хотя мы можем Да И коснуться Уровня 1.3297 Например Да И образовать Здесь накопление Для падения Например Да Вот тут Поднакопим Сходим И опять Пойдем вниз То есть Может быть И такое Да Вот То есть Могут бы сделать Такую Неглубокую коррекцию А могут сделать И глубокую коррекцию То есть Если будет глубокая коррекция Тогда это будет Такой сформированный Уже Канал По фунту Поэтому Наблюдаем Пока я зарос По фунту Но только От сильных уровней Так Австралия Ну по Ауди Не особо Прям Не особо Потому что Во-первых Была коррекция Да По Австралии Очень такая Резкая Волатильная Это как раз Работали у нас Новостные данные По Австралии Так Да У нас по Австралии Решение по процентной ставке Они такую же Сохранили Да Вот пожалуйста Австралия нам показала Продемонстрировала Здесь у нас По Австралии Уже Весь АТАР пройден От уровня Поддержки 0.69.92 Да Весь АТАР Весь пройден То есть Дальше идти вверх У них сейчас Нету объемов Нету бензина Да И Австралиец Вот он станет Я думаю Я думаю Что Австралиец Будет Подать Потому что Здесь у нас Идет Канал Пока канал Ничего нет Никакого тренда Вот канал 0.74.74 И 0.69.92 Вот такой вот канал В канале находится У нас Австралии Здесь у нас Было касание Да Поглощение Поглощение Обычье поглощение То есть Если инструмент Даст Отработать Свою лонговую Лонговое движение В канале Только после того Как он под накопи Да Например Мы вот здесь Будем стоять Копить И только после того Как мы зайдем За уровень И движение Выкупим Это будет означать Все таки Что покупатели Удержат уровень 0.71.40 Это уже будет Зеркальный Да Уровень И тогда мы уже Пойдем На продолжение Лонгов Но только после того Как инструмент Именно выкупят Сейчас никакого Выкупа не идет Сейчас просто идет Пока возврат за уровень Продавать рано Покупать тоже рано Поэтому пока ничего По Австралии Мы ждем А уровень очень сильный Да Вот 0.71.40 Вот он откуда взялся Здесь был уровень Отката Да Зеркальный уровень Здесь был уровень Излома Да И выкуп Ложный пробой То есть сильный уровень Доставить Поэтому мы должны Здесь смотреть Какой нарисуют Нам сценарий График Либо мы выкупаем И идем дальше Либо мы Здесь торгуемся Здесь пробиваем Касаемся Да Закрепляем Свою позицию Именно как продавцы И идем вниз Да То есть это уже будет Как ложный пробой А не истинный пробой Поэтому смотрим Ну вполне вероятно Что австралийцы Все-таки Они вот здесь Вот сейчас Вот поднакопят Потому что торгуем Сейчас на самом деле В лонговой зоне Но в лонговой зоне Торгуемся на исходе То есть на исходе Запаса хода Здесь нет сейчас Запаса хода Идти дальше То есть они именно Должны зайти Именно показать Что якобы Идет инструмент Вшор Да И выкупить Только если Если это только Для покупок Да Сценарий Если есть шорты Тогда он будет Пока стоять 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 Побольше Вот в этой зоне Чтобы многие Много кто Еще побольше Зашло покупатель И уже будет Сбор стопов И падение Я все-таки думаю Что будет падение Потому что По Австралии У нас кстати тоже По Австралии У нас безработица Да Будет уровень безработицы Тоже сильные данные Нужно смотреть Как будет рынок реагировать Пока Внутри дня Пока По Австралии Ничего Пока Ничего Вот Ну Австралии Не очень хорошо Вот правда Вот по Киви Там более-менее Все как-то Попонятнее будет Мы будем смотреть Киви И по Австралии Как бы ну Зона такая То есть Здесь могут Выкупить Здесь продать Там Ну то есть Вот так Многих Вот здесь Вот могут обмануть Поэтому пока По Австралии Я бы не рекомендовала Сейчас не лезть Так Нефть Так По нефти у нас Да Вот хороший Вот Был трейд По нефти Вот запас хода Практически Он уже Вот Все здесь уже Пройдено движение Естественно По нефти у нас Нефть ходит Так Нефть у нас 5 долларов Здесь вот от уровня Если замерять То Да Здесь уже Все пройдено То есть По нефти Они сейчас Просто дорабатывают Свое движение Поэтому нужно Смотреть по нефти Я по нефти думаю Что на этой неделе Пока ничего не будет Происходить Они вот Коснутся уровня 77.46 Да Если коснутся И все На этом пока Будет такая вот Остановочка Сохраняется Восходящий тренд По нефти Вот он Сохраняется То есть Уровень 77.46 Нам покажет То есть Если мы закрепляемся Идем выше Вот он откуда взялся уровень Вот он Подтверждение Подтверждение уровня Излом движения Закрепляемся выше Все У нас сохраняется Лонговая позиция Если не закрепляемся Если мы касаемся И идут продажи То есть Мы полностью ломаем уровень Не пробиваем Именно ложно пробиваем То тут уже будет Более серьезная картинка Здесь Скорее всего Это уже будет все Выглядеть как разворот рынка Потому что Уровень очень важный Очень важный Потому что Здесь он на истории Вот Был излом Падение Да здесь Если такая же картинка Здесь уже будет Очень тяжело Именно противостоять Продавцам Потому что Здесь было сильное падение Плюс Если здесь еще Не подтвердят Свою позицию Будет очень Очень тяжело Но я думаю Что нефть все-таки Выкупят Вот здесь Выкупят Медвежье поглощение Но не исключено Что они могут Что они могут удержать Я думаю Я думаю Я думаю он будет положительный Но он уже будет положительный Тогда Когда уже все прошло То есть Уже были данные Учтены Думаю здесь Еще на прошлой неделе Так Дальше Идем Биткоин Биткоин у нас Так Ну биткоин у нас В понедельник Да Я также говорила Что у нас Будут Так У нас будет Да Падение То есть Да Вот здесь Выкупили Здесь было далекое закрытие Но опять же Они пошли на ближний ретест И сейчас инструмент Трагуется возле сильного уровня 47 677 Да Я думаю Что все-таки Биткоин будет падать Все Нисходящий тренд Есть Раз Да Вот он Так Сейчас поточнее нарисуем его Вот он Нисходящий тренд Нисходящий тренд Да Вот Ближний ретест Уровня 47 677 Запас хода есть Накопление есть То есть Здесь Пробить И идти дальше Технично Все выглядит хорошо То есть Если мы закрепимся Ниже И пойдем То можно вполне Шортить биткоин Вот от этого уровня поддержки Потому что давление Сильно Во-первых Тренд Во-вторых Ближний ретест И сильный уровень Дневной Поэтому я думаю Биток у нас будет Падать Да Они сходили Внутри дня Вот такая была коррекция Но опять же Это нормально По тренду Все сделано по тренду Это была контр-контртрендовая сделка Те кто торгуют контр-тренд И купили Молодцы Как бы Ну а те кто торгуют по тренду Конечно нужно ждать подтверждения Здесь Только вот здесь То есть сейчас ничего Сейчас биток ничего То есть по битку Сейчас он находится В облачной зоне То есть там где Все что угодно может произойти Инструмент может и сюда сходить Там и здесь походить Не дойти до уровня Потом опять сюда сходить То есть Только подход к уровню 47.67 И не только подход А именно закрытие И закрытие на дневке Только дает нам сигнал Продажа Вот по битку Так Ну на недельке У нас тоже идут продажи Здесь уже естественно Был сломлен Это я говорила Еще на прошлой неделе Был сломлен восходящий тренд Поэтому я по битку Ожидаю дальнейшее падение Да Так Дальше идем Так Дальше идем Газ По газу у нас Ничего Как такая Да По газу у нас ничего Тоже это говорилось В понедельник Что по газу у нас Потому что все уже было пройдено Движение Ну я думаю Так как у нас сейчас зима Отопительный сезон Нефть и газ У нас будет Все таки Пойдут в рост Эти инструменты Так На недельке у нас Канал Нету Тренда пока у нас Ну просто канал Вот уровень 6.13.98 И уровень 3.83.94 Я думаю Будет выкуп А здесь был разрыв цены Скорее всего Наложный пробой Я думаю Вот наложный пробой И закрытие Сейчас газ торгуется В лонговой зоне В лонговой зоне То есть Покупать В принципе От уровня Сейчас Ну видите Он далеко от уровня Только подход к уровню 3.83.94 То есть На подтверждение покупок Да Можно То есть От уровня 1 Ой точнее От уровня 3.83.94 Покупать Вполне можно Да Это будет технично Красиво И правильно И можно будет поставить Стоп Поэтому по газу Пока Ну 3 дня пока ничего Но я думаю Что газ будет Будет Расти Да Газ пойдет У нас в рост Потому что Посхода здесь пройдена Здесь все Здесь они не будут пробивать Здесь вот то Что какое-то было такое Коррекционно-логовое движение Этого очень мало Чтобы пойти дальше вниз Очень мало То есть здесь должна быть Какая-то более глубокая коррекция Там какое-то накопление Чтобы дальше идти вниз Поэтому Шарты пока нет Шарты уже все были пройдены Поэтому газ Я думаю Будет Будет расти Так Дальше идем Дальше идем По валютам Сейчас пройдемся Так Закончим с вами Доллар франк Так Доллар франк у нас Так У меня здесь тоже идет Отложка стоит По доллару франку Кстати У нас была новость Да Франк Уровень безработицы У нас чуть упал То есть Что хорошо Для валюты И по идее Доллар франк должен был Упасть Да По отношению То есть франк должен был Укрепиться По отношению к доллару Вот новость Вот здесь Вот движение В 50 Да В 50 пунктов Вот Было пройдено То есть В моменте Новость сработала Но опять же Сработала как Вот внутри дня Где-то в середине канала То есть Такая где Бешеная такая Волатильность Незздоровая Вот именно здесь Она и сработала То есть Здесь на самом деле Не очень было Конечно правильно продавать Вот Ну у меня Отложено Ортро стоит на уровне 0.91.97 Я еще это говорила В понедельник Что если мы коснемся уровня Да Закрепимся ниже То будем продавать Но Как мы видим Здесь инструмент Постоянно выкупают Да Касание выкупает То есть Если Вот так все будет Дальше происходить Да И сегодня Да Смотрите Уже Да Рост хороший по франку Будет закрытие Закрытие Вот на уровне Локальном Вот он Вот он Так Вот он Так 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 Вот он откуда взялся Вот здесь был Откат Вот здесь был Излом Вот здесь был Излом Вот он Уровень Уровень Внутренний Такой он конечно Тяжеловатый Но он есть Он подтверждался Уровень 0.92.42 То есть Если сегодня Мы закрываемся Выше Смотрим дальше То все таки Здесь Вот против вот такого Нисходящего падения Покупатели Выдерживают Это все давление И выкупают То есть Выкупают И идут дальше До уровня 0.92.89 0.92.89 И на этом уровне На этом уровне Уже Будут хорошо Смотреться Покупки По По Франку Потому что Здесь ближний Ретест Будет Если они Конечно Так сделают Но смотрите Какая ситуация Здесь вот был Ложный пробой Уровень Вот он откуда взялся Уровень Очень сильный 0.92.89 Очень сильный уровень Это уровень Откатный Здесь был Перелок Ценный уровень Излома Уровень проторговки Вот здесь Он неоднократно Подтверждался Ложный пробой Они сходили Но идут на возврат То есть Ближний Ретест Все Дальше идем вверх Если только так Если они здесь Продают Все-таки Идет давление Ложного пробоя Те кто Вот здесь Продавал Крупный игрок Если также Сохраняет свою позицию В данном моменте Это крупный В данном сценарии Это крупный Продавец То Идут продажи Дальше Во флете Потому что Инструмент Торгуется В канале И идет Продолжение На продажу Именно в канале От уровня 0.9197 У меня вот почему Отложенный ордер И выставлен здесь Потому что Я на прошлой неделе Да Я вот рисовала Что у нас Нисходящий тренд Но тренда Его нету Здесь просто Пока канал Но есть накопление По франку Вот здесь Вот мы стоим То есть Уже сколько дней Мы стоим Раз, два, три, четыре, пять Шесть, семь, восемь Мы неделю уже Вот здесь вот стоим Поэтому Инструмент Можно сходить Как и в лонг Так и в шорт Вот пока у меня Стоит позиция На шортах В отложенный ордер Если они здесь Закроются Я отменю Просто отложенный ордер И уже буду покупать Франк Поэтому нужно смотреть Поэтому по франку Пока так Мы смотрим Как закроется Сегодняшний день То есть Как он закроется Если они закрываются Выше Все Тогда мы пойдем Уже выше Если они Продают сегодня И не закрываются Вот здесь А закрываются На уровне 0.9197 Тогда мы франк Продаем Потому что Запас хода У нас хороший Есть И неделю Стоит инструмент И это очень хорошо Что он стоит Потому что У нас есть Есть Потенциал движения Так Доллар и иена Доллар и иена Тоже Вот держат Держат Хорошо Покупатели Держат То есть Они не дают Даже Вот они Данные были Вот В начале Я говорила По иене У нас были Данные По ВВП Да Они были Ниже ожидаемых Иена Должна была Наоборот Доллар должен Укрепиться По отношению К иене Вот было Немножечко Такое укрепление Но опять же Внутри дня Не очень Такое волатильное И не особо Технично Но все-таки Оно произошло Сейчас по иене Тоже пока тяжеловато Инструмент Идет Так Инструмент идет Вот к уровню Вот он Уровень локальный Вот он есть Вот здесь был узлом Зеркальный уровень Вот здесь было Покупательное движение Да Здесь были Продажи Здесь также Продажи Здесь продажи Зеркальный уровень 113 614 Сильный уровень То есть если мы Сегодня Закрываемся Выше уровня 113 614 У нас идет Лонг Ближний ретест уровня И подход к уровню 114 467 У нас Е находит 100 Пунктов на 3 дня Здесь запас Хода Так Ну здесь у нас идет Больше 50% От АТР Так Нет Ну вот Вот здесь у нас был Запас хода пройден Но вот это движение Вниз Оно нам дает потенциал Чтобы идти дальше То есть за счет Вот таких вот Вот этих вот продавцов Кто зашел от уровня 113 614 Именно в продаже Поэтому вполне вероятно Что ена может в рост Пойти До уровня Пройти свой АТР До уровня 114 114 467 Смотрим Что происходит Сейчас на 3 дня На 4-х часовике Вот такой идет Консолидация Вот она Плавающий уровень Этот уровень сейчас Внутри дня Уступает плавающим Идет консолидация То есть Вполне вероятно Что сейчас Мы вот здесь торгуемся Мы можем Улететь вниз Можем Поэтому Вот в иену Я пока сейчас не лезу Так как у нас По доллару и так Очень такие хорошие Насыщенные показатели В иену я пока не лезу Даже здесь Ну не особо Мне нравится Вообще Вся эта Так сказать Вся эта зона После еще такого падения Как бы не особо Мне это нравится Поэтому я в такую Пизделку бы Не заходила бы Но технично Да Если они закроются Выше сегодня То вполне вероятно Что инструмент пойдет дальше Ну Будем смотреть пока Потому что Потому что они могут закрыться выше И опять уйти вниз Уйти вниз До уровня 112 716 Поэтому смотрим У нас решение По процентной ставке Да Будет ФРС по доллару Очень Очень сильный показатель Поэтому Пока я доллар Пока не трогаю Вообще Внутри дня И глобально Пока я в него не лезу Поэтому я буду смотреть Ну Потому что идет консолидация Надо смотреть Закрытие дневки Поэтому я подожду Закрытие дневки И завтра уже буду смотреть Что поение ожидать Поэтому пока Ничего Пока поение Ничего Пока не будет Вот здесь вот Закрытие дневки Закрытие может быть На часовике Хоть 2 Хоть 3 Хоть 4 Здесь вот Мы сейчас образуем Ланковое движение На 4 часовике Но дневка Дневка Это важный показатель Оно именно Показывает закрытие Высшего уровня Да А мы знаем Да Если ближний ретест уровня И повторный Точнее Излом движения Да Ложный пробой В данном случае Это не реализация Ложного пробоя Подход опять к уровню То есть ближний ретест И закрытие Высшего уровня Дает нам Сигнал тому Что Стюмель закрывается Ланговой зоне И идет продолжение Покупок Да Плюс есть Запас хода За счет накоплений Но это если так Только если закроется Дневка выше Поэтому нужно ждать Так Дальше идем Эфир Так Подождите А мы не посмотрели А ну вот А поение у нас Глобально Это у нас Видите восходящий тренд Вот он Он сохраняется Он вполне сохраняется Но у него есть Запас хода Так как Сходить сюда То есть сходить До уровня 112-716 И отсюда же Идти И отсюда уже Реализовывать Своё Трендовое Восходящее движение Также у него Из-за пас хода Не касаться То есть не идти То есть не обязательно сюда Обязательно касаться Трендовой линии Также у него Из-за пас хода Идти дальше До уровня 114-467 И вот здесь уже Что-то показывать Либо показывать Разворот рынка Либо показывать укрепление лонгов Вот всего вот этого движения трендового Укрепление здесь позиций И продолжение покупок Поэтому уровень 113.614 И уровень 114.467 Являются очень-очень ключевыми по иене Поэтому смотрим на них И обращаем внимание Как закрывается дневка Именно дневка Как она закрывается И уже делаем выводы Так, эфир Эфир у нас Эфир у нас и говорила Что будет падение Ну да, вот у нас был вот здесь вот такой выкуп И опять же ближний ретест Здесь вот прям вот Показывают, как продают То есть показывают то, что не дают покупателям пойти выше Видите, пошли выше, продали Пошли, так что-то зависло Пошли выше, вот здесь закрылись Выше уровня 43.77 Вот он откуда взялся этот уровень Это уровень излома, движения Так, да И вот здесь смотрите Закрылись выше уровня, продали Да, закрылись выше уровня, продали То есть не дают инструменту Хотя восходящий тренд сохраняется по эфиру Не дают дальше пойти вверх Поэтому я думаю, что эфир Эфир Скорее всего Но он смотрится более тяжелее, чем биткоин По биткоину там более все как-то будет попроще И на техническом Потому что биткоин уже находится В нисходящем тренде торгуется Поэтому по эфиру я думаю Что нужно все-таки подождать подтверждение На уровне 39.50 Именно подождать То есть не просто закрытие там Возле уровня А именно посмотреть, как на 3 дня Инструмент будет вести Потому что здесь пока волатильность Она есть, да Но она есть пока в зоне в лонговой Потому что здесь Вообще эфир сейчас торгуется в лонговой зоне То есть отсюда могут быть сейчас пойти покупки Поэтому здесь продавать нет смысла То есть здесь пока Ну рановато продавать Сейчас может быть эфир там поднакопить Здесь, да, как-то еще будут какие-то покупки внутри дня И только потом уже будет падение Поэтому по эфиру будет все пока посложнее Надо ждать Вот уровень Вот он очень хороший уровень Вот он откуда взялся Излом движения 39.50.22 Ждем Если вниз, да Если закрепляемся ниже в надневке То есть запас хода Дальше пойти до уровня 35.55 По эфиру у нас ходит Так, эфир у нас ходит 6.5 долларов 6.5 Так, это у нас 6 А, ну у нас тут 50% от АТР Поэтому по эфиру есть запас хода дальше идти Здесь пройдено 50% от АТР Вот 50% это дальнейшее падение Если инструмент пойдет ниже Поэтому по эфиру запас хода и идти дальше вниз есть Так, доллар-рубль Я говорила, что у нас будет падение Падение в понедельник, да Так, у нас здесь идет уже Ну опять же, доллар-рубль у нас вообще идет Решение по проценту ставки на этой неделе Тоже, думаю, такая хорошая будет волатильность Нужно смотреть Так, удалим этот уровень Дневка Уровень 73.21.52, да Ключевой, раз Вот он, откуда взялся Вот он, излом Проторговка, да Перелоу цены Здесь подтверждался Здесь неоднократно Уровень 74.15.31, да Вот он, излом Ложный пробой Также неоднократно подтверждался Вот он Будем смотреть Сейчас по доллар-рубль Инструмент у нас ходит 12 рублей АТР Здесь уже На падении Здесь вроде на 50% АТР Рубль находится в накоплении Вот То есть, если мы немножко Тут как-то сейчас Потопчемся Да, возле уровня 73.21.52 Так как уже было пробитие Трендовой линии Восходящей Восходящего тренда Вот здесь вот Потопчемся Закрываемся Ниже уровня 73.21.52 73.21.52 То мы Дальше Дальше идем падать То есть, я доллар-рубль Думаю, что все-таки Будет подтверждение Ашартов Ближний ретест Уровня И падение дальнейшее Если закрытие будет ниже Если нет Если сохраняется канал То тогда будет здесь Возможно Ложный пробой И обратно Уход к уровню 74.15.31 Вот в чем дело Да, сейчас инструменты Торгуются вот именно В этих вот накоплениях То есть И непонятно, да То есть Будет все-таки Реализация движения Выход из канала Либо все-таки Инструмент торгуется В канале И продолжает торговаться В канале То есть Здесь сейчас важно Именно закрытие Каким баром закрытие Как он закрылся Выше, там ниже уровня Например Или там Под самый high Под самый low Вот эти все показатели Именно на графике Они очень важны Именно на дневном графике Поэтому нужно смотреть Доллар-рубль Может и здесь всех обмануть Например Закрыться ниже Да, и уйти вверх вообще То есть Решение просто на доставке Да, мы будем смотреть Какие у нас будут данные Какие показатели выйдут Да Но я все-таки думаю Что все-таки Ближний ретест Как здесь уже было пробитие Да, по технике Пробитие трендовой линии Будет продолжение Да Поэтому Нужно смотреть Пока я в доллар-рубль Не лезу Здесь ничего Здесь просто Уже 50% от ара пройдено Инструмент торгуется Просто возле уровня Но зона сохраняется лонговой Поэтому продавать рано Покупать опасно То есть Покупать на 3 дня Тоже непонятно Куда ставить стоп Сюда навряд ли уже Инструмент придет До уровня 74-15-31 Поэтому здесь Будет просто сейчас Топтаться И ждать своих Новостей Поэтому по доллар-рубль Пока ничего Внутри дня Ждем Ждем важных показателей Так Доллар-канадец Доллар-канадец В моменте Вот она Новость как раз Таки сработала И говорила Еще в начале Канадец у нас Индекс деловой активности У нас были положительные Так Так Положительные Да То есть Канадец укрепился По отношению к доллару Да Ну На моменте сработали Но Не особо От хорошего уровня Потому что Было сработано Вот Чуть не дошли до уровня 1.28.92 Вот он откуда взялся Уровень излома Поэтому Канадец Пока Видите Опять его выкупают Это означает Что все-таки В рынке Сейчас Не крупный продавец Да Вот он Восходящий тренд Мы конечно Можем Убрать эту линию Поэтому Скорее всего Вот здесь Вот был Сейчас Образован Ложный пробой Подтверждение Ложного пробоя Сейчас Канадец Пока Торгуется В лонг Пока Торгуется В лонг Запас хода У него По канадцу Так Запас хода Канадец У нас Ходит Так 170 Да Так 170 Так Здесь уже все пройдено Сейчас пройдено 50% От АТР То есть Канаде Сейчас торговать В принципе Уже Нету Пока Никакого Именно Техничного Правильного Решения То есть Вот здесь Сейчас торговать Не особо правильно Мы можем Вот здесь Вот поторговаться Да Закрыться И опять Пойти на уровень 1.27.27 Можем дойти До уровня 1.27.97 Можем дойти Вот Но пока Непонятно Если идти В лонг Да Если идти Просто И торговаться В канале То до уровня 1.28.92 У нас есть полностью Весь запас хода От АТР Но также У нас есть запас хода И пойти вниз Но только после накопления А здесь уже накопление есть То есть уже есть Лонговая коррекция Поэтому по канаду Тоже пока тяжеловато Но ключевые уровни У нас остаются 1.27.0.27 Вот он откуда взялся Уровень излома Ложный пробой Не отработка до конца И опять выкуп И уровень у нас Вот он откуда взялся 1.27.97 Вот он уровень излома И уровень 1.28.92 То есть Только вот Возле этих уровней Можно сейчас торговать Сейчас канадец Находится Вот он здесь находится Непонятно Вот в какой зоне Видите Хотя он Здесь уровень Тоже локальный Имеется Так Непонятно Непонятно Уровень Дальше Дальше Лонговое движение Либо у нас идет Вот здесь вот Просто отбой И вообще Канал То есть здесь Пока просто был Восходящий тренд И канаде Сейчас формирует Именно канал Пока Потому что Инструмент пока Вот он Раз Движение Два движения Пока канал Либо канал Будет вот До уровня 1.28.92 Либо у нас Начнется движение Отсюда 1.27.97 Вот здесь на истории Были продажи Хорошие Вот они Вот они Продажи Пока вот Непонятно Тяжеловато По канадцу Поэтому я думаю Все таки Нужно ждать Вот Либо Инструмент придет 1.27.27 Да И будут продажи Тоже Неплохой Неплохой Будет сценарий Потому что Здесь видите Не добрали То есть И непонятно Доберут они Все таки Коснутся этого уровня Пойдут они Вот после Вот такого Волатильного движения То есть Хватит силу Покупателей Да Вот именно Выкупить Все это движение Или не хватит Если не хватит Здесь уже будет Все понятно Здесь будет затухание Волатильности И возврат То есть Мы смотрим на Волатильность На построение Да Цены Как цена себя ведет Внутри дня И уже делаем выводы Вот они Ключевые уровни Вот они Раз уровень Два уровень Все Сейчас здесь торговать Внутри дня Очень Очень Опасно Так Киви Да Смотрим И У нас на сегодня Все Да Киви Так Киви у нас Я говорила Да Что будут продажи По Киви Продажи по Киви Берем сейчас пока Вот эту линию Потому что у нас Немножечко Немножечко Поломали Да Но опять же Видите Поломали Они пробили Пробили трендовую линию Нисходящую Но скорее всего Да Видите Уже идет Такой вот Возврат За трендовую линию По недельке У нас все так же Все сохраняется Вот он уровень А 0,6812 Вот он откуда взялся Уровень излома Раз Да Здесь уровень излома Проторговка Здесь Так Здесь А вот тут Уже немножко корректируется Да Если старая Старая цена Вот он Здесь В общем 1 Так 0,006801 Вот да Вот он уровень То есть Здесь было закрытие ниже Такой вот выкуп Да Но опять же Все Сейчас Вот инструмент Сейчас торгуется В шартовой зоне В шартовой Поэтому Новозеландец Конечно же Лучше всего Продавать Если будет Продолжение Движения Да Лучше всего Продавать Так как Вот он уже Здесь уже поздновато Конечно заходить 0,68 0,01 Лучше всего Продавать От локального Уровня Вот отсюда Это будет Ближний ритес 0,67 0,36 То есть Возврат Точнее Подход к этому уровню Закрытие ниже То есть И во-первых Подход к уровню Закрытие ниже И закрытие ниже Уровня Ниже уровня 0,67 0,38 И ниже Трендовой Линии Закрытие Дает нам сигнал Тому Что будет Продолжение Шартового Движения Вот пока так По австралийцам Ой по киви Сейчас вот Внутри дня Ничего Во-первых Мы отошли Тоже от уровня И далековато Торгуемся От уровня 0,68 0,01 То есть Здесь уже Заходить в продажи Сейчас заходить в продажи Опасно Потому что Устременность Сейчас опять Может подойти К уровню 0,68 0,01 То есть Опять Укрепить свою позицию И отсюда уже пойти То есть Сейчас ничего Вот в моменте Пока ничего Киви ждем Либо на уровне 0,67 0,38 На продолжение Шартов Что будет хорошо Либо возврат К уровню 0,68 0,01 Но Если будет возврат К уровню Здесь уже будет Тяжелее продавцам То есть Здесь уже будет Такая проторговка Именно в покупательную зону На пробой То есть Идет такое уже Прилипание Если они конечно Сюда пойдут Здесь уже будет тяжелее Ну именно продавцам Поэтому если все-таки У нас продажи Да Глобальные в рынке Все-таки Мы Я ожидаю На уровне 0,60 Так 0,67 0,38 Все-таки Ожидаю уровень Цены Именно на уровне Вот на поддержке Поэтому Внутри дня Пока ничего Пока ничего Ждем Но Если Смотрите Если например Вот нисходящий тренд Вот он Дойдет Если здесь Все движение Поломают Да все-таки Мы пробьем Эту линию Нисходящую Да Нисходящую линию Тренда Пробьем ее Закрепимся Высший уровень 0,68 0,01 Ну тогда Здесь уже покупки Здесь уже покупки Идет слом Точнее Идет разворот рынка И у нас Идут покупки Только Только при таком сценарии Все Вот два уровня Раз уровень Два уровня Нам показывают Либо продолжение шартов Либо разворот рынка И Укрепление покупателей Укрепление Укрепление покупок Поэтому Ждем Смотрим Внутри дня Пока ничего Все вот эти Все зоны Что по Канадцу Что по Киеве Что по Ени Что там По Евро Да Все вот пока Торгуется Вот как-то Вот вроде Близко к уровню Вроде как Есть какие-то сигналы Но это очень много Обманок дает То есть Очень Так сказать Могут побить Могут Рынок может побить Поэтому Те кто умеет ждать Да Очень хорошо Это будет вознаграждение Вам от рынка Поэтому сейчас Сильно Очень так Опасненько Вот единственное Нефть Да нефть у нас Прошла тар А у нас нефть Будет более такая Спокойная Все остальные Инструменты Пока находятся В накоплении И нужно Очень внимательно Смотреть Именно закрытие На дневках На дневном графике Так Ну я думаю Все На сегодня Все По анализу Да Мы посмотрели С вами такие Основные инструменты Спасибо Кто посмотрел Данное видео Пожалуйста Подписывайтесь На наш канал Ставьте лайки Оставляйте комментарии Нам очень важна Ваша обратная связь Всем желаю Успешной торговли Хороших сделок Правильных сделок Внимательно Торгуйте Потому что Очень такие Насыщенные Волатильные недели Очень много всяких новостей Поэтому будьте осторожны Все Всем удачи Всем пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok